с вами и мы продолжаем с вами изучение арабского языка сегодня у нас восьмая тема и тема этого урока харфу ну да то есть слова которые здесь будут встречаться будут иметь в своем составе эту букву аль калиме туль деда новые слова которые будут здесь ну и не только эти бинтон девочка дочь аль малибису одежда вещи несун половина юсеферу он едет или он путешествует нужно сказать итак переходим к словам и предложениям первое слово это на вы на вы их эту здесь опечатка в книге здесь должно быть ну не должно быть фатха да ты здесь укун должно быть на вы их эту то есть чистый женском роде чистая чистая аль малибису но вы их эту одежда чистая здесь это как одежда как множественное число на вещи а множественное число как мы помним неразумных будет рассматривается как женский род единственное число поэтому у нас вышло подлежащие в этом именном предложении муптада аль малибису и хабар то есть именно и сказуемые данном случае новые фатун получилось в использовании как женский род поэтому говорим не на вы их он а на вы их эту одежда чистая следующее слово бинтур бинтур это девочка или дочка может в использовании быть как девочка таки дочка мы видим здесь есть обычная это в конце они там работа но тем не менее это слово женского рода за и набу бинтун совы и ротун за и нам маленькая девочка обратите внимание что за и нам здесь получается мог тогда имену и именно предложение до такой подлежащие про кого мы говорим про за и нам и потом что добавляем за и нам за и нам бинтун то есть дайна девочка но здесь не просто девочка а дополнение есть к нему а то есть совы и ротун а помним что согласованное дополнение согласуется с словом которому относится четырех категориях то есть рот мы видим бинтун женский род и совы и ротун здесь уже помогу с помощью там работы женский рот у нас получился совы и ротун значит рот женский число и это и это единственное падеж совпадает бинтун совы и ротун и состояние неопределенные здесь и здесь мы видим полное совпадение следующее слово это восьмое порядковое числительное здесь восьмое порядковое числительное они как правило приходит тоже как цифра как согласованные определения посмотрим предложение аскуну фиттаба ки-сэмени аскуну фиттаба ки-сэмени то есть секи на глагол секи на новый глагол его себе тоже выпишите на то есть этот новый глагол так как до этого он не приходил всякие на и как вы видите здесь яскуну то есть у нас срединная гласовка у этого глагола уже мы смотрим по настоящему времени да это дома значить всякий она получилась у нас аскуну добавили гамзу середина гласовка поменяли здесь укун поставили так как это глагол трубуквины и в конце дома с куну проживать или жить данном случае я живу фиттаба ки-сэмени то есть я живу на восьмом этаже обратите внимание что на здесь мы не говорим о аля а используется предлог фи то есть аскуну фиттаба ки-сэмени я живу на восьмом этаже здесь предлог фи так как предлог фи требует после себя положение джар до его основной признак это коса поэтому мы здесь видим косу и эсэмин согласуется с ним полностью поэтому также мы видим здесь состояние определенная рот число совпадает и падеж также следующее слово оснаем оснаем это множественное число вот сын то есть зубы до множественное число получится зубы и что ройту на дюна оснаем здесь глагол и штара у нас он был по моему да то есть ранее но тем не менее вам напишу то есть у нас начинается он на гамзе колеса этот глагол и штара прошедшем времени вот так он будет выглядеть за тросом щен тара и алиф максура в конце и штара когда будет присоединяется ту в конце или другой там-то или тита согласовками разный то у нас есть то вот это алиф максура и его форма подсказка как раз указывает на то что при присоединении чего-то она будет превращаться в я обычная да поэтому здесь мы уже видим я и что ройту я купил или я купила зубную пасту я купил или я купила зубную пасту следующее на лыф на лыф это чистый а у нас уже было на лыф эту здесь женском роде здесь мы видим уже печатки нету на лыф это чистый альма по аму на лыфу то есть ресторан или кафе может быть столовая то есть то место где кушают альма по аму на лыфу ресторан чистый здесь ресторан основное слово про что мы говорим и извещение о нем что он чистый так как это мужского рода здесь совпадает единственное что мы видим различия в состоянии здесь определенное здесь неопределенно далее а плене неисфа реалин а плене неисфа реалин слова само было низ низ это половина половина а плене здесь слово которое глагол а по и этот глагол в данном примере стоит в повелительном наклонении мы ему пока месте подробно не будем брать потому что они свои нюансы про которые еще пока рано говорить но тем не менее а по это давать здесь у нас еще есть ну и я это слитное местоимение то есть дай мне это будет переводиться вот это а плене обращение к мужскому роду здесь а плене то есть дай мне не сфа половину реалин реала дай мне половину реала следующее предложение или слово это ну сяя феру здесь опечатка опять же тут фатха должно быть ну сяя феру то есть мы едем ли мы уезжаем мы путешествуем у нас до этого было в единственном числе запоминайте что там где у нас в спряжении здесь дополнительно вышло первое лицо множественное число то у нас будет добавляться ну то есть например да да на любу так как глагол здесь у нас сяя фара этот глагол имеет в своем составе прошедшем времени четыре буквы на то есть у нас сяфера четыре буквы на глагол в прошедшем времени особенности четырехбуквенного глагола что что когда четырехбуквенный глагол ставим мы в настоящем времени то буква мударе которая впереди у нас как приставка приходит она принимает огласовку баму поэтому мы говорим не на сяя феру да говорим ну сяя феру я говорим ну сяя феру ну сяя феру леум ну сяя феру леум то есть мы едем сегодня мы уезжаем сегодня здесь у нас а леуме стоит в положении носом так как она приходит здесь как обстоятельства времени отвечает на вопрос когда мы едем данную сяферу когда алья луна поэтому такие слова которые являются обстоятельством времени у нас стоят в положении носа то есть много слов таких второстепенных членов предложения будет в этом положении мы едем сегодня когда сегодня антар муханди следующее предложение здесь используется антар антар это ты на это слово у нас уже встречалась антар муханди сун мандис это инженер ты инженер на то есть извещаем о ком о тебе то есть антар здесь подлежащий муханди сун это новая информация ты инженер следующее оснаем уже было на сегодня оснаем это зубы хай салюн побегу оснанин хайсон это имя мужское имя побегу врач оснан зубы на то есть врач зубов мы говорим это стоматолог то есть вместе побегу оснанин это стоматолог хайсон врач зубов на то есть здесь получиться и бафа хайсон стоматолог следующая муни ир у них это мужское имя на поэтому она будет использоваться предложение какими пара а муни иру ниль китаба ара а то есть читал кто читал мунир мунир читал до аль китаба кого что читал книгу поэтому китада в нас ты пара муни иру ниль китаба так как муни ирун там вен здесь и следующее с артиклем мы будем лям читать и встречается ноль всяким и лям поэтому чтобы они не встречались на танвим на ну из танвима мы говорим косру муниру ниль китаба то есть кестра сабаху нуре я махмуду у нас следующее слово а нур нур это свет сабаху нуре такое устойчивое выражение утро света да то есть мы говорим это как доброе утро обычно русском языке доброе утро будет как сабаху нуре дословно это как и бафа утро света я махмуду я это частицы для обращения когда мы хотим сказать о махмуд на в русском она уже чуть устаревшая форма мы так не говорим просто имя да можем сказать здесь я махмуду это нормально и как современное тоже использование обращение доброе утро о махмуд доброе утро о махмуд также после предложений мы видим здесь упражнение на письмо и на артикуляцию прочитаем вот второе упражнение и про акту то есть прочитай и напиши на бит на днар нар переводится как огонь нур свет уже сегодня было мунир манар нафер нафир нуфур ляна дана дин дин это как религия дэйн дэйн это долг дун или дуна на ама манам бинт бэйнат 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 единственное число бэйнат множественное девочки также у вас есть упражнение которое вы сделаете самостоятельно вам нужно подчеркнуть в первом из этих упражнений букву нун и в одной линии и букву лям двумя линиями и в части б нужно подчеркнуть букву ф одной линией и букву даль двумя линиями чтобы вы их зафиксировали на этом перейдем к следующей части дим вам нужно подчеркнуть букву ра 1 линии и букву даль двумя линиями следующих словах тут у вас слова и вы их подчеркиваете эти буквы и последнее упражнение даль нужно данные буквы таким образом или слоги сочетать чтобы у вас вышли слова на то есть вы например ставите это после этого да и вас выйдет бэб и по-другому сочетайте иншалла на этом наш урок подошел к концу баракаллаху фикум с вами была у малик не забывайте делиться комментировать задавать вопросы и изучать арабский язык вместе со мной делиться со своими друзьями близкими и родными ассаляму алейкум варахматуллахи ва баракету арабский язык арабский язык арабский язык